Пойдем качать сейчас. Вот что мы пойдем делать. Отвечаю. По-другому не будет. Ну да, мы развиваемся. Руховы развиваемся. Главное, да. Не как Михаил Газаев. Развиваться. Это несправедливо. Это грязь. Это, короче, шлак. Вообще вот так. Я их называю, это знаете кто? Это люди, которые приходят на работу и это бездельники. Это не работники. Это, я не знаю, вот мы хотели выиграть и дальше уже рассматривать что-нибудь. А сейчас я не знаю, что нам делать. Справа от меня стоит Гога Шаматава. Только что он отодрался. Ему в бою дали сплит-десижн. Он проиграл. Но он так не считает. И сейчас мы поговорим про все про это. Гога, привет. Добрый вечер. Привет. Расскажи, что случилось в бою. Почему ты не согласен с решением? Я, к сожалению, не видел первый раунд, поэтому меня оценить очень сложно. Честно, мое мнение, что мы выиграли этот бой 2-1 по раунду. Первый раунд был, так сказать, разведочный. И концовку забрал Азамат. И я дал бы ему победу. Но второй раунд забрал я. И третий раунд забрал я. Если честно, я бы даже отдал бы 10-8 в мою пользу. Хочется обратиться к руководству лиги, к судейскому, там, не знаю, штабу или я их называю. Это знаете кто? Это люди, которые приходят на работу и это бездельники. Это не работники. Это люди, которые просто смотрят в другую сторону. Вот ощущение такое, что они этот бой не видели. Просто хочется обратиться и сказать, зачем там 5 человек сидит. Апелляцию они не принимают. Ну, честно, это не судейство, это хлам. Это вообще бардак. И пускай они что-то с этим сделают. Мы просто столько потратили сил. Спортсмены столько тратят. Столько сил, столько здоровья. И чтобы вот такие решения принимали, это несправедливо. Это грязь. Это, короче, шлак вообще вот так. Нету других слов просто. Какой выход, по-твоему, сейчас из этой ситуации? Лига ИСей не принимает больше апелляций. Что нужно делать? Немедлили реванш или что? Я не хочу, чтобы это поражение висело в нашем графике. У нас мы... Вот честно, я готовился к этому бою ради трех слов, которые я хотел сказать. Вот было пару минут перед объявлением решения. Я сказал тренеру, я просто скажу три слова, что мы вернулись и все. К сожалению, мы не можем это сказать, потому что вот такое решение приняли. Всем тем, кто болеет за меня, переживает, большое вам спасибо. Мы обязательно вернемся. И я еще скажу эти три слова, что мы вернулись. Но они откладываются. Что по поводу немедленного реванша? Ты будешь спросить у Лиги? Мы, во-первых, попросим, чтобы они сделали ноу-контест. Ну, я не знаю, это вообще возможно. Но мы будем делать так, чтобы это случилось. Ну, а реванш именно к команде Азамата, к Азамату вообще нету никаких претензий. Они такие же ребята, которые готовятся, такие же спортсмены. Решения принимают вот эти бездельники, которые там сидят, эти пять человек, которые смотрят в другую сторону. Мы хотим, не знаю, реванша, чего-нибудь, чтобы это поражение вообще не висело. Вот так вот. Я не знаю, что нам делать. Вот так, не знаю. Сколько тебе нужно будет, чтобы вернуться? И как ты себя сейчас вообще чувствуешь? Ты в форме? Ну, не знаю, вдруг тебе предложат, например, на московском турнире. Ваш бой сейчас был очень яркий, там топили все, кричали. И тебе скажут, давай, благодарю вас. А реванш, в каком? Он будет в ноябре. Да, смело вообще. Сегодня пятница, суббота, да. В понедельник я снова буду в зале, и мы будем готовиться дальше. Но я не знаю, что будет дальше. Это будет Лига ICA. Просто ради чего нам, тренер, выступать? Вот ради чего. Вот просто вот. Следующий бой, если такое же будет, пускай что-нибудь они делают. Честно, вот это вот прямое заявление. Мы не знаем, что мы будем делать дальше. Это был, по-моему, последний бой по контракту. Я не знаю. Вот мы хотели выиграть и дальше уже рассматривать что-нибудь. А сейчас я не знаю, что нам делать. Вот тренер и моя команда стоит. Мы, честно, мы в офиге. Мы не знаем, что делать. Пойдем качать сейчас. Вот что мы пойдем делать. Отвечаю. По-другому не будет. Давай, на хорошей ноте. Подожди, я хочу на хорошей ноте закончить. Я увидел сейчас новые фишки у тебя в бою, в борьбе, была крутая, и ты ездил в Осетию. Расскажи про это, потому что на хорошей ноте мы и закончили. А, да. Большое спасибо Осетинам. Это соотечественникам моего тренера. Мой тренер Рустам Хитагуров, он Осетин, и мы ездим на его родину, в Северную Осетию, во Владикавказ. Но он с другого чуть места, но он Осетин. И мы едем туда, подтягиваем не только борьбу, там замечательная ударка, там замечательные спарринг-партнеры, замечательные условия, замечательная кухня. И мы, да, потянули, и я не могу сказать, что это, это вот мой тренер, вот три года мы работаем. Честно, до знакомства со своим тренером я выходил на бои просто на прямых ногах, вот честно. Ко мне в ноги проходили как за здравствуй. А теперь я сам, видели, там пару вторых этажей было, я же сам думаю, ничего себе, он где-то здесь, на меня не похоже. И, ну да, мы развиваемся, рухово развиваемся. Ладно, да, не как Михаил Газаев. Развиваться, Гога, мне очень понравился бой, и мне очень понравился, знаешь, еще атмосфера, царившая в зале. Да, если честно, я, короче, когда выходил, я не понял, кто-то гудел, кто-то орал. Половина зала за тебя, половина за Азамата. Вот обращусь чисто к своим краснодарским, которые были в зале. Ребята, честное слово, вот второй бой подряд я как-то, знаете, выходил и никогда не обращал внимания на зал. Вот честно, я просто слышу свой угол, свою команду и все, и судью там. А вот последние два боя, вот сегодня отвечаю, я действительно попутал, что зал так топит. Короче, от души большое вам спасибо. Вот ради этого я готов снова и снова тренироваться изо дня в день. Спасибо вам за эту поддержку. С точки зрения зрителя, скажу, что с удовольствием бы посмотрел ваш реванш. Спасибо тебе за бой. Вам спасибо. Друзья, подписывайтесь на инстаграм Гоги Шматова, он появится внизу. Подписывайтесь на инстаграм Вестник ММА, мы не спрашиваем про план на бой. Спасибо всем, кто смотрит наше интервью, расследование, новости, аналитику и топы. Не забывайте оставлять под нашим видео комментарии и награждать нас за тяжелый, но при этом важный труд по развитию российского ММА лайками. Обязательно подписывайтесь на наш YouTube канал, сообщество ВКонтакте и Инстаграм, где собрана самая интересная, актуальная и инсайдерская информация из мира ММА. Ну а если кто-то хочет поддержать рублем наш проект, то милости просим. Реквизиты для доната есть в описании к этому ролику. А каждый задонативший может оставить свое сообщение, которое появится в конце наших видео.